Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». И сегодня с вами я, ведущая Елена Бунакова. В известном художественном фильме «Москва слезам не верит» есть эпизод, положивший начало полемике, которая плавно перекочевалась с советских кухонь в современные интернет-блоги и не прекращается по сей день. Главный герой кинокартины – великолепный слесарь-интеллигент Гоша. Выясняя отношения с любимой женщиной в ультимативной форме, говорит. «Запомни, все и всегда я буду решать сам, на том простом основании, что я – мужчина». Для мужской части населения нашей страны эти слова Гоши сразу же стали своего рода девизом и последним непререкаемым аргументом в семейных спорах. Но у многих женщин они вызывают совсем другие чувства – от недоумения до возмущенного неприятия. Патриархальный принцип главенства мужчины идет из глубины веков. Кем при этом является женщина? Служанкой, помощницей или равноправной половинкой? На эту тему рассуждают современные авторы в книге «Ребро Адама. Женщина в церкви». Подробнее об этой книге – далее в нашей программе. В этой книге собраны статьи современных авторов о подданном женском предназначении. И в первой статье публицист и постоянный автор журнала «Фома» Александр Ткаченко рассматривает такой наболевший для многих женщин вопрос. Почему женщина обречена на подчиненное положение? Неужели Господь создал ее лишь как некое приложение к мужчине, не имеющее самостоятельной ценности? В частности, Ткаченко пишет, «В европейской культуре традиционно принято называть женщин прекрасной половиной человечества. Мужчина, представляя незнакомым людям свою жену, говорит, «Знакомьтесь, моя половина». Да и само слово «пол» в смысле мужской и женский прямо указывает на его этимологическое родство с однокоренным ему словом «половина». Но может ли одна половина быть больше другой? Этот вопрос даже звучит как-то странно, ведь половина – это по определению результат деления чего-либо пополам, то есть поровну. Поэтому, говоря о бестоках подчиненного положения жены в христианстве, было бы неверно рассматривать эту подчиненность как следствие онтологического превосходства мужа. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Хотя и подчинена нам жена, но вместе с тем она свободна и равна нам по чести». Автор приводит слова товарища Сухова из кинокартины «Белое солнце пустыни». Организовав из гарема Абдуллы первое общежитие освобожденных женщин Востока, Сухов написал на куске кумача революционный лозунг «Долой предрассудки! Женщина – она тоже человек!» И хотя эти слова, по мнению Ткаченко, выглядят комично, но при всей своей наивности они вполне соответствуют отношению к женщине, которая существует в христианской традиции и имеет основание в тексте Священного Писания. «Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя «Человек» в день сотворения их». Женщина равна по чести мужчине. Прежде всего, в силу этого общего для них благословения Божие, полученного при сотворении. Поэтому любое рассуждение на тему женской неполноценности и мужского превосходства смело можно считать не христианским и не библейским. Но если все это действительно так, если церковь учит о тождестве естества и равенстве чести женщины и мужчины, тогда еще более непонятным и несправедливым может показаться определение Божие о подчиненности жены мужу. Однако такое впечатление возникает, как правило, от незнания одного очень важного обстоятельства. Дело в том, что определение это прозвучало отнюдь и не при сотворении первых людей, но после их грехопадения. А первая попытка возвыситься в браке над своей половиной, как это ни странно, была сделана самой женщиной. В то же время, как отмечает Каченко, господство над женой, данное мужу после грехопадения, вовсе не было наградой. Но за что можно наградить того, кто и сам согрешил? Это скорее серьезная обязанность, необходимость принимать в семье решение и нести бремя ответственности не только за себя самого, но и за свою любимую половинку, за ту, которая плоть от плоти твоей. И если муж именно так понимает слова Библии о своем господстве, тогда и для жены не может быть ничего унизительного в подчинении тому, чьей любви и заботе верил ее сам Бог. Конец цитаты. Это была лишь небольшая часть статьи Александра Ткаченко «Ребро Адама». Что еще думает автор журнала «Фома» о предназначении женщины, читатель узнает, открыв данную книгу. А мы перейдем к статьям еще одного автора, монахини Энн или игумени Феофилы Лепешинской. В данном издании представлены выдержки из книги матушки Дерзай-Черь. Утверждает, пишет игуменя Феофила, что женщине по жизни отведена служебная роль, что ее изначальная вторичность и зависимость еще более усилена после грехопадения, поскольку повинна в нем, конечно, она. Про отец, как слепой, последовал за Евой, нисколько не усомнившись и не воспротивившись, а после еще возложил вину на слабые женские плечи, заодно укорив и создателя. Жена согрешила, согрешил и Адам. Змей прельстил обоих. Не оказался один слабее, а другой крепче, говорит святитель Григорий Богослов. Однако, если нам открыть Евангелие, то мы не найдем там ни одного отрицательного женского персонажа. Никто из его четырех авторов не запомнил ни единого слова Спасителя, обидного для нашего пола. Из Священного Писания мы знаем, по воскресенье Христос явился прежде Марии Магдалине, ей и другим мироносицам первым открыл главную истину христианства. Конечно, лишь потому, что представители господствующего пола, страха ради иудейского, оказались в тот момент далеко от его могилы. Главное же действующее лицо в событии Рождества нашего Спасителя, дева, жена, мать, от которой он принял плоть и кровь, которая вскормила его и как могла сберегла вскоробно-земной юдоли. Таким образом, из всех живущих на земле Господь избрал женщину, ее выше всех превознес и одарил своим доверием. Святитель Григорий Палама подчеркивает, что без ее соизволения было бы невозможно боговоплощение. Почитание Богоматери означает в сущности возведение на высшую степень тех добродетелей, которые традиционно считаются присущими женскому полу, самоотверженной любви, смиренной преданности Богу и беззаветного терпения. Поэтому нельзя сказать, что в православии явный приоритет отводится мужчине, а женщине второстепенное место. И это также подтверждают авторы собранных в данной книге статей. В рамках нашей программы мы смогли прочитать лишь малую часть того, что собрано на страницах данной книги и посвящено прекрасной половине человечества. Другие статьи, вошедшие в сборник, не менее интересны и помогают современному человеку хоть что-то понять в этом непростом вопросе. Разбирают его известный публицист Александр Ткаченко, протеерей Максим Козлов, протодиакон Андрей Кураев, монахиня Н. и другие. Они откровенно и понятно говорят о роли женщины в церкви, рассуждают об источниках предрассудков и объясняют, что по-настоящему важно для любого христианина. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь и всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok